Я забываю время, когда приходят ко мне на экскурсию. Я забываю время, мне нужно ущипнуть пол. Хватит. Её экскурсии – искусство, а сам Люберецкий краеведческий музей давно ассоциируется с его главным хранителем. 16 лет в этих стенах трудится и одновременно занимается любимым делом – наша землячка Наталья Степанова. Она родилась в Севастополе в семье лётчика-испытателя и преподавательницы. Наталья – второй ребёнок. Годом ранее родилась её сестра Ольга. По долгу папины служба. Они вместе с родителями сменили много городов. Поэтому школу дети закончили уже в Нижнем Тагиле. Мой папа был лётчик-испытатель, поэтому где он летал, там мы и жили. И мы с сестрой родились в Севастополе, потому что он там летал и летал вместе с будущими космонавтами Комаровым и Павелом Ивановичем Беляевым, который был его другом. В какой-то мере тема неба, космоса присутствует и в жизни Натальи. Не только потому, что папа был лётчиком. Год и месяц её рождения совпал со значимым взлётным событием для нашей страны. Кстати, в 1957 году полетел спутник первый наш, 4 октября. Началась космическая эра на земном шаре. А я родилась через две недели. Так что в моём лице я всё время шучу. Возраст космической эры, планеты. Озорная улыбка, вдумчивый взгляд и неуёмные желания говорить об истории – в этом вся Наталья Степанова. Её целеустремлённости можно позавидовать, ведь свой профессиональный путь она определила ещё в детстве. Я вот сколько себя помню, приезжая в любой город, мама нас очень часто везде возила, мы были любознательны. Мне интересовали только музеи. Вот я приезжала, 6 лет мне лет, 8 или 12, мне интересовали прежде всего музеи. Поэтому в юности дилеммы с местом поступления не было. Выбор пал на лучший по тем временам историко-архивный институт в Москве. 22 человека на место. Серьёзный конкурс, но девочка из глубинки оказывается в числе лучших. Наталья поступает в этот университет с первого раза. На тот момент для меня это было просто, я даже не сомневалась, куда. Я приехала сразу в историко-архивный институт, Москва, центр города, мне 17 лет. Ничего не понимаю, в этом метро, как, куда, чего. Всё быстро разобралась, потому что когда надо, когда человек хочет, он ищет пути, не хочет причины. Поэтому и работать стало сразу, в студенческие годы. Уже на первом курсе устраивается старшим инспектором архива при министерстве. После окончания института идёт учиться в музыкальную школу. А спустя несколько лет выходит замуж и рожает первую дочку. Здесь мне 24 года. Здесь в день рождения, в тот же день, через год, 25. Это уже другой человек. И уже другие цветы в руках, да? Всё, это моя первая дочь. Через год после рождения дочери встаёт вопрос о выходе на работу. Устроить ребёнка в сад по тем временам было очень сложно. Оставлять не с кем. Поэтому, чтобы наверняка получить место в садике, Наталье приходится уйти с министерской должности. И она устраивается на работу в детский сад няней-посудомойкой. И в итоге отработала там почти 25 лет. Мне стали сразу звать не Наташенька, а Наталья Александровна. Там вот так принято в детских садах, ну, по имени-отчеству всех, потому что дети рядом, они должны воспринимать взрослых как полагается. Так вот, это Наталья Александровна очень быстро из няни-посудомойки превратила из заведующего детского сада. Ну, конечно, не так уж быстро, прошли годы. Но оттяга к истории при этом никуда не пропадала. И судьба всё же свела её с ней. В 2006 году она устраивается в Люберецкий краеведческий музей. И буквально сразу, как только я пришла, я сразу стала ходить по этажам, по всем витринам. Я всё увидела, все предметы, которые там стоят. Допустим, стоит стаканчик, просто стаканчик и стаканчик. Я же вижу, что это с коронацией Николая II. Одинское поле – это трагедия, когда погибли тысячи. А стаканчик стоит себе как стаканчик, просто как предмет железный. Вот и всё в витрине, даже не подписан. Но как любой историк, она мечтала найти тему, о которой ещё никто и ничего не знал. Чудо ли? Но Наталья её находит. Это было, конечно, нереально, потому что в наше время уже все всё знают. Вот. И я… Вдруг у меня такая встреча случилась. Я так понимаю, что я всю жизнь, всю свою вот эту вот трудовую и детскую, и все свои намерения, которые… Всю учёбу я шла навстречу к этим людям. Заглянула девчушка, девушка такая, лет 18, спросила вам, тарелочки не нужны? Это вот я не устаю прямо это рассказывать. Конечно, нужны. У меня произошёл вот три щелчок. Вот у меня есть такая щелчка, и я вот чувствую или беду, или радость. Тук, значит, всё, что-то важное сейчас будет. Да, нужны. И она быстренько написала на клочке бумажки, номер телефона выбежала. Вот с этого всё началось. Судьба свела её с удивительной женщиной, дочерью героя Первой мировой войны. Благодаря ей в музее появился зал. Семейные реликвии за 300 лет. Это постоянная экспозиция. Про эту семью Наталья написала книгу, на которую понадобилось 4 года. Забытый герой забытой войны. Тут про всё. Про как сюда всё попало, и кто они такие. Про каждого написала. Про его дочерей по главе, про его жену, про его тестя Сильвана Манжана. Потому что мать была удочерена Сильвана Манжаном, великим бранцузским музыкантом, который был другом нашего императора Александра Второго, Александра Третьего и его братьев. В общем, и самый большой друг у него был Антон Рубинштейн. Я попала как историк в этот водоворот. Любит историю, пишет книги, но все ли это увлечения? Далеко не все. И это поражает каждого, кто начинает ближе общаться с Натальей Александровной. Всю жизнь рядом с историей идет еще одна ее страсть – музыка. Она закончила три музыкальные школы по классу скрипки, фортепиано и гитары. Любовь к музыке оказалась настолько сильной, что даже детские музыкальные инструменты, которые были в Нижнем Тагиле, а это скрипка и пианино, переехали к Наталье домой, в Красково. И живут до сих пор уже со своей взрослой хозяйкой. Это был подвиг, когда его с пятого этажа там, потом его на поезд, какие-то вагоны перевозили, где-то все мы платили. И самое страшное было здесь. Вы когда видели, что у нас нет лифта, в таком доме нет лифта для грузового, только для людей маленьких. Мы нанесли на себе. Мне просто повезло, что рядом дом строился. Все ребята, кто там был, кто строил, они пришли, помогли. А сверху на пианино другой любимый музыкальный инструмент – скрипка. Она уже много лет просто лежит, как память, как напоминание о счастливом детстве. Тут у меня все живо. Струны 60-70-х годов, канифоль, вот все запасное, еще одна запасная такая вот. Так вот эта скрипка, она была в 1961 году отреставрирована в Свердловске знаменитым мастером. То есть, как нам было сказано, что скрипка – это 19 века. Она пахнет моей жизнью, моим детством. Вот я с ней никогда не расстроюсь. Вот такой инструмент, который, в принципе, мертвый, да, он должен играть. Но, может быть, появятся внуки и заиграют. А однажды ее так вдохновили. Песни Рафаэля из кинофильма «Пусть говорят», что Наталья захотела понять, о чем можно так петь. И, недолго думая, пошла учиться в университет на переводчика испанского языка. Но пандемия внесла свои коррективы, и университет пока не удалось окончить. Но только пока. Я люблю не Рафаэля, а то, что он делает и как. Я люблю этот голос, эту музыку, эти песни, которые он поет. Как он это поет? Я их миллион раз слушала, я их пела про себя. Она даже поехала на его концерт в Мадрид. И там совпало все. Испания с ее колоритом, местная музыка, Рафаэль. Наталью настолько впечатлила эта страна, что она написала книгу «Мои первые шаги по Испании» для близких. Потому что книга с самой иронией, которую поймут только они. Карьера музыканта вполне могла сложиться. Ее звали в музыкальное училище, говорили о перспективном будущем. Но из-за травмы пальца о профессиональной карьере в мире музыки пришлось забыть. Я не стала великой скрипачкой. Эти юношеские амбиции, это все ни к чему. Но они были тогда, присутствовали. Я считала, что если быть скрипач, так это Коган. И не меньше, да? И не меньше. Коган какой тут, когда рука не работает? Но жизнь, как известно, удивительная штука. И судьба подвела Наталью к другому важному решению, которое наполнило ее жизнь новыми красками. В прямом смысле этого слова. К нам пришел Лукинский актер. Есть такой актер Лукинский. Он у нас тут часто приходил на наши праздники. Я ему сказала, ой, вы пишите картины. Я тоже хочу писать картины. А он говорит, ты хочешь? Я говорю, да тебе сколько, 58? И ты до сих пор хочешь? Да. Иди быстро, у тебя рядом находится рынок. Иди купи кисти, холсты и начинай писать. Я бы этот же день купила. Написала первую картину. Небольшую такую, называется «Мокрый снег» прямо с натуры. И вдруг у нее тут же покупают. Первую картину Наталья написала в 58 лет. И вот уже 7 лет она занимается живописью. Самоучка. Но глядя на работы, так и не скажешь. При этом Наталья Степанова стала членом Союза художников Подмосковья. У нее уже было две персональные выставки, а некоторые картины постоянно вывешены в Доме культуры округа. Картины Натальи Степановой украшают не только частные коллекции и выставочные залы в России, но и за рубежом. Семь картин находятся в Мадриде. Все сюжеты навеяны событиями жизни. Единственное, что вот мне было бы приятно осознавать вот свои прожитые 65 лет, которые наступят скоро, эта дата, что я как-то не зря прожила. Я вот сейчас иду, птички поют, солнце. Какое счастье просто быть. При этом быть не только для себя, но и для других. Ведь человечность – главная черта людей любого времени. Вот вы знаете, у меня бабушка была. Она родилась вместе с Есениным. Ну, неважно, это не был 19-й лет. Она была неграмотной, у нее было много детей, еще пять приемных дочерей. Она всю жизнь жила по-хорошему. Вот она, умирая, просила всех, живите по-хорошему. В этом смысле много чего значит. Помимо стольких увлечений в жизни, на которые нужно немало времени, Наталья никогда не забывает о близких, а еще о своих братьях-меньших. Ну, вот этот закон, что мы в ответе за тех, кого приручили, вот я выхожу из дома, голуби летят в стае, принеси, мертвая, выйди, накорми, понимаете, потому что ты уже приручила их. Я приручила своих детей, что я есть, значит, надо быть как можно дольше. Муха залетит ко мне, я открою окно, суждено умереть не от моей руки, пусть она вылетит. Удивительная, насыщенная, полная разнообразных красок жизнь, обычного человека, но с абсолютно необычной судьбой, в которой никогда не было места лени, а только упорство, настойчивость и желание стать профессионалом своего дела. Она и историк, и автор книг, и прекрасный экскурсовод, а еще музыкант, художник и просто хороший человек. И все это наша землячка. Наталья Александровна Степанова. Редактор субтитров А.Семкин